итак теперь описание делителей числа n это одно удовольствие давайте прежде всего по основной теореме арифметики разложим число n в то единственное произведение простых коим оно является и сгруппируем простые все одинаковые перемножим вначале друг с другом но это означает что я просто в какую-то степень до возведу какое-то вот простое число если она много раз входило значит она будет записано в какой-то степени после того как это через простое число уже в наборе отсутствует в дальнейшем то берем следующее смотрим в какой она степени можно в принципе если хотите если вам комфортнее давайте считать что они идут по возрастанию и тогда для натурального числа то есть целого положительного числа такое разложение будет абсолютно единственным уже просто вот строго фиксированным разложение будет такое но для числа 1 она будет написано 1 равно 1 здесь будет пустое множество простых чисел произведение пустого множества равно единице но почему если вы будете с нами весь курс впоследствии вам будет это абсолютно очевидно да то есть вы при умножении на любое другое произведение должно ничего не меняться при умножении пустого множество простых чисел на любое другое должно ничего не меняться а ничего не меняется при умножении на единицы только поэтому 1 это произведение пустого множество простых чисел как это ни парадоксально но все остальные числа будут давать уже существенное произведение какое-то не пустое множество простых чисел ну и мы их сгруппировали возвели в степени и вот получилось такое разложение как теперь выглядит делитель числа n пусть Пусть, если у нас есть какой-то делитель, давайте запишем, что, ну, по определению, что n на него делится. Это значит, что n равно m умножить на l. Да, но у m и у l тоже есть какие-то разложения на множители. И утверждение теперь в том, что на самом деле m и l это тоже самые, те же самые наборы. Например, вот, вот, pr степени btr, 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 ну, и l тоже. Почему? Ну, потому что появление любого другого, не отсюда простого числа, сразу противоречит основной теореме арифметики. Значит, разложения разные получились. Вот, то есть, на самом деле, у делителя те же самые, те же самые простые числа. Ну, и еще надо сказать, что степени эти тоже не выше, чем те. Потому что, если здесь была бы степень выше, то в этом равенстве при сокращении на вот эту степень, опять получилось бы, что здесь простого числа p1 нет, а здесь оно есть. И опять противоречие основной теореме арифметики было бы получено. А значит, описание делителей вот в такой форме очень простое. Вот, все β и t меньше или равны α и t. Итого, любой делитель числа n, записанного вот в такой вот форме, это такое же число p1, те же самые простые все, а степени непревосходящие. Где β и t между нулем и α и t. Все. Вот такое получается, такая полная характеризация всех делителей числа n. Ну, из этого можно много выводов разных извлечь. Ну, вот, например, давайте попробуем посчитать количество, да, делителей. Как мы будем это делать? По сути, речь идет о том, что мы независимо выбираем степень для числа p1, любую между нулем и α1. Потом независимо выбираем степень для числа p2, тоже между нулем и β2. Как угодно их перемножаем, опять совершенно любым способом выбираем степень для p3 и так далее. То есть получается, что на самом деле такая вот, может даже теоремой назвать, нам не жалко. Теорема множества делителей делителей d числа n есть произведение Минковского некоторых нескольких подмножеств натуральных чисел. Произведение Минковского, так же как сумма или разность Минковского, да, определяется как множество всевозможных произведений, да. Я взял несколько множеств, и если я их перемножаю по Минковскому, это значит, что я беру все результаты всех умножений, всех наборов, каждый из своего множества. Значит, первое это 1, p1, так далее, p1 в степени α1, умножаем по Минковскому на 1, p2, так далее, p2 в степени α2, умножаем по Минковскому на так далее, и на последнее это на 1, p, еще там r, да, r, так далее, pr в степени αr. Вот. Согласно основной теореме арифметики, опять, да, все время она, все такие произведения будут различны, потому что различность соответствующий набор или степени простых, да, степени простых различны, все, значит, произведения будут различные числа давать. Поэтому, раз так, то всевозможные попытки строить такие произведения приводят к разным делителям, то есть делителей ровно столько, сколько способов выбрать один из вот этих, умножить на один из вот этих и так далее. То есть произведение, да, это правило комбинаторики, ну, может, когда-нибудь мы прямо в явном виде запишем, но это и так понятно, да, я для любого выбора отсюда могу взять любой отсюда, и это дает произведение количества элементов здесь на количество элементов здесь, как число возможностей выбора. Ну, и так далее, каждый раз дается, значит, произведение, поэтому, значит, это мы считаем доказали, и следствие, следствие, что количество элементов это множество, иногда его вот так обозначают, иногда через решеточку, иногда card пишут слово, card d от n. Ну, давайте так обозначим количество элементов, то есть, иными словами, число делителей, число делителей числа n равно произведению числа элементов в этом, в этом, в этом и так далее, в этом множествах. Ну, в этом множестве ровно α1 плюс 1 чисел разных, ну, с нулевой по α1, в этом ровно α2 плюс 1, ну, и в последнем αr плюс 1, поэтому мы на самом деле получили очень важную формулу, а именно мы теперь знаем, сколько делителей у числа разложено таким образом на множители. Это вот такое вот произведение. Вот, ну, и возвращаемся к чему? Возвращаемся к задачке из Порта Боярд. Открыты те шкафчики, у которых нечетное число делителей. А как может получиться в произведении многих разных чисел нечетное число? Только одним способом. Если самих чисел было, если каждый из чисел, которые мы умножали, было нечетным, да, достаточно, чтобы хоть одно было четным, чтобы все вместе при умножении тоже было уже четным. Поэтому нечетное, значит, нечетное число делителей у числа n. Отсюда все вот эти числа нечетны. Но если все эти числа нечетны, то наоборот, вот эти все четны. Альфа-р четны. Вот. Ну, а это означает, что n полный квадрат, потому что n равен квадрату целого числа P1 в степени альфа-1 пополам, P2 в степени альфа-2 пополам и так далее, Pr в степени альфа-r пополам. Вот. Ну, понятно, проявления в квадрат в степени должны удваиваться. И так как они все были четные, то мы можем вот такое число построить, оно будет целым. И оно является корнем из числа n. Корнем квадратом из числа n. То есть получается такое как бы прекрасное утверждение, что у числа нечетное количество делителей тогда и только тогда, когда оно является полным квадратом. Ну, и, соответственно, ящики с номерами 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 и 100 будут открыты, а все остальные будут закрыты. Вот. На этом Ford Bayard решен. Ну, в начале следующего ролика я решу ее более простым и прямым методом. Но этот правильный, потому что он проходит через описание множества делителей, он много других важных утверждений из математики использует, и мы их в результате доказали. Вот. Так что вот такие дела. Основная теорема арифметики доказана, задача из Ford Bayard решена. А мы продолжаем двигаться вперед, извлекая все новые и новые следствия из основной теоремы арифметики. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...